Что касается Сикорского, здесь ни у кого никаких сомнений не должно быть по поводу, кто у него хозяин. Этот человек со школьной скамьи полностью является, ну, кто-то говорит, британским агентом. Ну, тут, знаете, спор такой британский или американский. Является западным агентом, абсолютно контролируемым. Один из ведущих таких проводников американской империалистической политики в Восточной Европе. При этом нужно понимать, что эти люди, они искренне верят в то, что они делают. То есть это не просто там продажный, да, у которого нет никаких убеждений. Он где-то там в кулуарах пьет, не знаю, там, булевардье-коктейль и говорит, что все не так. Нет, он искренне, понимаете, почему он написал? Потому что не сказали, напиши. Он написал, потому что он видит ситуацию и понимает, что это сделали американцы. Поляки срыв Северного потока-2 определили как одну из главных своих геополитических целей. То есть достигнута цель, которой добивался в том числе и сам Сикорский. И, конечно, это вызвало у него эйфорию, и она вылилась в такой пост. Затем на фоне того, что этот пост полностью укладывается в заявление, анонсированное еще в начале этого года Байденом, они не допустят работы. Да, уже провели параллели. Да, от Северного потока. Заявление Блинкина плюс подтверждение Сикорского. Оно выявляло, кому это выгодно, кто является заказчиком. По крайней мере, заказчиком, возможно, и исполнителем этой акции. Хотя сейчас все больше там говорят, что участвовать могли и американцы, и британцы. А операцию прикрытия проводить и поляки в том числе. Это прорвалось, это невыгодно американцам. Поэтому, я думаю, плюс он же сам видит, какой шквал пошел с его цитатами. Поэтому удалил. Но смысла уже удаления, я не знаю. Уже поздно, интернет все помнит. Редактор субтитров А.Семкин